Эту доставку Матвей ждал особенно. Слишком уж хрупкий товар. Обрадовался, когда спустя две недели посылка оказалась на территории России. Потом еще неделя до Барнаула. И вот товар согласно треку отслеживания в сортировочном центре. С 23 сентября она просто там лежала по почти две недели. Потом зачем-то уехала обратно в Новосибирск. Потом вернулась обратно и уехала еще раз в Новосибирск. После чего уже через две с лишним недели наконец-то она пришла уже на почтовое отделение. Очень много людей жалуются, что даже посылки не обязательно с Китая, даже по России задерживаются просто там по несколько недель. Кстати, Матвей не просто ждал, но и звонил на горячую линию, где у него просили извинения и подождать еще немного. И таких историй можно насчитать десятки, хотя представители Почты России уверяют, что случаи единичные и задержка в сортировочном центре не превышает 4-6 дней. Это временная ситуация, которая связана с тем, что многие сотрудники центра сейчас находятся в отпусках и на больничных. Кроме того, есть несколько незакрытых вакансий. Мы уже закрыли несколько из них. В ближайшие дни к работе в сортировочном центре приступят 6 новых сотрудников. Стоит сказать, что этот комментарий мы получили неделю назад. И возможно, сотрудников в сортировочном центре действительно стало больше. Матвей свою посылку наконец забрал, а вот моя с 14 октября находится в сортировочном центре. СМС с извинениями о задержке получено. И пока на этом все. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком.